Гора золотых слитков, а точнее 2300 тонн золота наивысшей пробы 999,9, стоимостью 130 миллиардов долларов. Это золотой запас России, и он физически находится на территории Российской Федерации. Для сравнения, арестованных их активов в разных странах более 300 миллиардов долларов. То есть единственное, что у них сейчас осталось, это не золотовалютный резерв, а только золотой. На золотом запасе, чисто теоретически, Россия могла бы протянуть несколько месяцев при тотальном санкционном давлении. Золото может выполнять функцию мировых денег, может выполнять функцию средства платежа, может выполнять функцию средства накопления активов. Они могли бы продержаться, условно говоря, поддерживая уровень социальных платежей не больше двух-трех месяцев. Вот только теперь это золото никому не нужно. Похоже, Путин зачахнет на золотой груди. Этот актив, он доступен, по сути дела, только для самой России, внутри страны, но на мировом рынке он недопустим. Я думаю, что они теряют золото как ликвидный, или, собственно сказать, ликвидный на мировом рынке. Они не могут больше на него рассчитывать. Что они могут сделать? Вывести его, продать его одной из четырех дружественных стран? Так если посмотреть на список этих стран, они все подсанкционные. То есть, круг замкнутый. Санкции на российское золото США наложили еще весной прошлого года. Но только сейчас Минфин объяснил, американцам запрещено участвовать в операциях с золотом, связанным с Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации. Запрещается покупать российское золото, которое, соответственно, промаркировано по международной базе данных. Какое золото из какой страны происходит? Все это маркировано и невозможно скрыть. Кремль мог бы получить валюту, продав золото, к примеру, ювелирным промышленникам. Замороженный актив, неликвидный на мировом рынке, как его можно перевести в валютную составляющую? Только лишь использовать на цели производства, в данном случае, обычных потребительских товаров. К тому же, большая часть золота, 60% на мировом рынке используются именно ювелирами. Вот только российским сырьем они откровенно брезгуют. Несколько ювелирных ассоциаций Америки и Украинский союз ювелиров обратились к американскому правительству. Это открытое письмо о рисках попадания резервов золота из Российской Федерации в цепочку поставок ювелирной продукции. Мы понимаем, что ресурс, который будет финансировать войну России против Украины, может быть использован и в таких целях. И вот результат. Минфин США разъяснил, американским торговцам, дистрибьюторам, оптовикам, покупателям запрещено участвовать в сделках с российским золотом. Обойти санкции не удастся, уверены эксперты. Это несложно и с помощью комбирного контроля, или как альтернатива с помощью финансового мониторинга отследить, откуда, каково происхождение золота. Так вот, достаточно любого ювелира спросить контролирующим органам, уважаемый мастер, откуда у вас это золото, где вы его приобрели. И раскрутив уже полную цепочку поставок, как в мастерскую это золото напало, можно точно, достоперно установить, из какого источника это золото происходит. Даже если бы Россия решилась перепродать свое золото другим странам, то вряд ли бы нашла покупателя. Ведь скрыть происхождение драгметалла не удастся, тем более, когда речь идет о миллиардах. В итоге США поставила клеймо на российское золото, и другие страны и компании будут держаться на расстоянии от кровавого российского драгметалла. И вот буквально вчера в срочном порядке поддержала американские санкции и Великобритания. А значит, страна-агрессор не сможет конвертировать металл в валюту. Вместе со множеством других санкций и ограничений это означает одно – денег в России не будет, экономика обречена. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Продолжение следует...